Девушки отдыхают Пошли спросим Ничего себе! Но откуда берутся все эти расстройства? Из психиатрического руководства по диагностике и статистике психических расстройств ДСМ В нем 943 страницы и там названы состояния от депрессии и тревожности до заикания, курения, боязни пауков, кошмаров, проблем с математикой и даже расстройства младенчества Все ложно заклейменные заболеваниями мозга Но некоторые испытывают серьезные проблемы в жизни Безусловно, но в психиатрии это сводится к неполадкам в мозгу То есть, если я правильно понимаю, в психиатрии есть книга, где жизненные проблемы толкуются как психические расстройства? Именно так Ничего себе! Тогда она должна опираться на массу научных данных? Должна бы, но это не так На недавней психиатрической конференции это признали Вот послушаем ДСМ создана с комитетами Мен, которые имеют политические мнения И женщины, которые имеют повреждения и политические мнения И поэтому, в ДСМ не существует почти так много знаний, как должно быть Как в предыдущем, люди умерли в бафференке И они решили, что что-то должно быть в них И потом, они приходили и предложили в целом комитете Мы имеем в виду несколько обсуждений И когда вы получите их в один день, вы получите диагноз ДСМ системы, это не реальный системы для диагноза А большинство заболевания в них не было нескольких заболеваний Это просто лучший инструмент, что мы имеем в виду, но это не perfect Это так полезно, что если вы даете мне пациенту и ДСМ Я сделаю отлично 20 диагнозов на один пациент Поразительно! Ненаучность ДСМ – это вообще-то секрет Полишинеля Вот что говорят некоторые профессионалы ДСМ – это шанс 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 ДСМ – это не познавидно, потому что то есть И то есть, что Ziel создает Безопасности, где вы на самом деле Так если ДСМ основано не на науке, то на чем тогда? Ну, все началось просто с желания психиатров и психологов попасть в ряды медиков. Эмиль Крепелин известен как отец психиатрической классификации. Он первым классифицировал то, что считал биологическими заболеваниями мозга. Это были деменция Преококс, которую теперь называют шизофренией, маниакально-депрессивной и параноидальной психозы, понятие, которое до сих пор в ДСМ. И все? Три расстройства? Да, только три. Но система Крепелина скоро стала весьма популярной. Вот послушай. Крепелин систем caught on very quickly, не только в Германии, но и в Германии, но и в Германии, в Германии и Британии. Это caught on, потому что, до этого, никто не мог бы говорить о пациентах. В early 1950s there was compiled diagnostic and statistical manual of mental disorders. Now, there are very few statistics in the book. Disorder is used essentially as a euphemism for illness. This is a book, which catalogs mental illnesses, for which no medical sign has ever been discovered. В этой примитивной брошюре в 130 страниц было перечислено 112 расстройств. Немного по сравнению с текущим ДСМ, но куда больше самых смелых ожиданий Крепелина. Почему так много? Потому что, находя в жизни все больше ненормального, психиатрия могла наложить руку на кучу правительственных денег. Находя в жизни, что ты хочешь сказать? Ну, например, задержка дыхания, кусание ногтей, сосание пальца, хождение во сне, низкая работоспособность, даже гомосексуальность. Это нелепо. Они добавили все это, чтобы было кого лечить? Это еще не все. Во втором издании, ДСМ-2, в 1968 году было уже 178 расстройств. Опять же, чтобы отхватить еще больше государственных страховых денег. А чтобы делать это по всему миру, ДСМ-2 было составлено в соответствии с Международной классификацией болезней, МКБ. Книгой, которую широко используют в Европе и мире, где помимо психиатрических перечисляются настоящие заболевания. Так вот, как психиатрические расстройства втерлись в медицину. И это было только начало. Но ДСМ-2 так и не стало научным, поскольку на него сильно повлияли не клинические наблюдения, а теории австрийского психолога Зигмунда Фрейда. В нем должно быть было полно неврозов. Да, но никто не имел понятия, что их вызывает. И никто даже не искал их причину. Минуточку. Если в ДСМ не говорится, что вызывает психическое расстройство, то как психиатры вообще смогли их открыть? Ответ тебя удивит. И эта наука? Не могу поверить. Ого, ты не один такой. Это еще не все. Расстройства не только включают в ДСМ голосование, их изымают оттуда голосование. Например, гомосексуальность. Она была указана в ДСМ-1 и 2 как психическое заболевание. И вот как это объяснил главный редактор ДСМ-3, Роберт Спицер. ДСМ-3, Роберт Спицер. То есть ДСМ основана на корыстных интересах, а не на науке. Верно. Я думал, что психиатры хотели считаться врачами. Ты прав. Для этого руководство должно было выглядеть гораздо более научным. А оно не выглядело. Что же они сделали? Но они решили, что следующее издание ДСМ будет совсем другим. И это решение изменило психиатрию навсегда. И это решение изменило психиатрию. И это решение изменило психиатрию. И их решение было решение изменило психиатрические заболеваниями. Поэтому мы имеем ДСМ-3, которая была третьей версии, которая была создана в 1980-м. Под руководством Роберта Спицера редакторы ДСМ-3 выкинули фрейдовскую психологию и объявили, что отныне их диагнозы будут чисто биологическими. Они наконец обратились к науке? Нет, ничего подобного. На самом деле, политические препирательства о том, что включать, а что нет в ДСМ-3, были еще более нелепыми. Вот что рассказал об этом один психиатр. А вот что сказал другой член комитета по разработке ДСМ. Похоже, что это новое издание выглядело более научно, но на поверку было не лучше прежнего. А между тем, количество психических расстройств в ДСМ-3 подскочило до 259. Но чтобы выдать психиатрию за настоящую отрасль медицины, им нужно было подкрепить ее впечатляющей наукообразной теорией. Стоп! Химический что? Химический дисбаланс. Эту теорию предложили в 1965 году, пытаясь объяснить депрессию дисбалансом химических веществ в мозге. Ну, расскажи. Джозеф Шильдкраут предположил, что поскольку психиатрические препараты меняют концентрацию этих веществ, то болезнь должна быть вызывается их избытком или их нехваткой. Это ж шиворот на выворот. Еще бы. Это как сказать, что если аспирин помогает при головной боли, то значит, головная боль – это нехватка аспирина. Я вижу, куда ты гнешь. Но это было достаточно убедительно, чтобы придать психиатрии и ДСМ-3 некий ореол научности, как сказал Роберт Спитцер. То есть это сработало? Да. И с тех пор психиатрия и фарминдустрия без устали рекламировали эту теорию химического дисбаланса как медикам, так и публике. Если вы один из миллионов людей, которые живут уконтроллабой worry, anxiety и several of these symptoms for six months or more, вы could be suffering from generalized anxiety disorder, и амбаланс could be to blame. Простик is thought to work by affecting the levels of two chemicals in the brain. It works to correct chemical imbalances in the brain, which may be related to symptoms of social anxiety disorder. Цимбалта works on serotonin and norepinephrine. Hundreds of thousands of patients have been prescribed to vilify. Ask your doctor. Ask your doctor. Talk to your doctor. Call your doctor. Ask your doctor about Cymbalta. Простик is a key in helping to treat my depression. Ask your doctor about Простик. You come to my office, and I say to you, well, you describe what's going on in your life and your symptoms, and I say, well, it's clear to me that you've got a chemical imbalance, and we're going to write you a prescription for this. The truth of the matter is there's no such thing as a chemical imbalance. There's no test out there that they can depend on that tells you you have a chemical imbalance. There's actually, in fact, dozens of studies showing that there isn't any measurable imbalance. So psychiatrists will explain to patients all the time, this is just like diabetes. In diabetes, you have low insulin. We have to readjust the insulin level. In depression, you have low serotonin. We have to readjust the serotonin level. But actually, we have already proven that there's nothing wrong with serotonin levels. It's completely a myth, disproven by our own evidence. I had a psychiatrist. He said that, in his professional opinion, this child had ADHD, a chemical imbalance of the brain. And when he was questioned on the witness stand as an expert witness for the state, he was asked if they had done an MRI. He said no. He was questioned if they had done a CAT scan. He said no. He was asked if they had done any bodily fluid check known to medical science to prove that this child had a chemical imbalance of the brain. He says no. And when he was asked how he arrived at this ADHD diagnosis, a chemical imbalance of the brain, it came down to that he had counseled and observed this child for two hours. And half of the time was observing. How do you arrive at a diagnosis of a chemical imbalance of the brain by talking to a child and observing them for two hours? You don't. Okay? It's pure guesswork. Ничего себе! Это что, правда? Смотри сам. Вот человек со скрытой камерой записался на прием к нескольким психиатрам, прося проверить его на психическое заболевание. Ничего себе! Вы знаете, что я имею в виду настроения? Продолжение следует... Я в шоке. Психиатрические диагнозы основаны на личном мнении. Что бы они ни делали, они не правы. BBC даже сняла передачу об этом. Десять добровольцев, пятеро нормальных и пятеро уже с диагнозом, были обследованы тремя известными экспертами по психическим болезням, которые должны были определить, кто есть кто. Посмотри. Психиатрические диагнозы. Ты ошибка. Мы спрашивали, может быть, в какой-то момент в твоем жизни, может быть, что ты умерла от сильных психиатрических проблем. Нет. Вы ошибка. Хорошо. Хорошо. Три плохие диагнозы в целом. После всей недели обследования, панели обнаружили только два из пять заболеваний. Вот тебе и наука. Да уж, это точно. Вопрос. Как психиатрия может говорить, что все обосновано, когда никаких доказательств у нее нет? Все еще хуже, психиатрия не только не может лабораторным способом доказать, что у тебя психическое расстройство, но не может даже дать определения этому понятию. Шутишь. Это даже написано в ДСМ. Смотри. Но психиатрия не успокоилась. Через 14 лет после ДСМ-3 вышла ДСМ-4. И его главный редактор очень откровенно высказался на тему этого определения. И хотя они не могут дать определение психическому расстройству, термину в заглавии руководства, они все-таки добавили в него еще расстройств. И изрядно 115, если быть точным. А в целом их стало 374. Это рост более чем в три раза по сравнению с ДСМ-1. И всего за 40 с небольшим лет. Эта книга весит больше двух килограммов. Она больше городской телефонной книги. Это торговый каталог психических болезней. И на его основе 120 миллионам человек в мире был поставлен диагноз психического заболевания. Ничего себе. А как насчет международной классификации болезней? Там тоже выросло количество психических расстройств? Безусловно. Раздел МКБ о психических расстройствах практически отражение ДСМ. Что попадает в ДСМ, попадает и туда. Так, пока я узнал, что нет анализов для определения или подтверждения психического диагноза, нет доказательства теории химического дисбаланса, и они даже не знают, что такое психическое расстройство. И они признают это, по крайней мере, между собой. Вот выступление видного психиатра на недавней конференции. Это невообразимо. Но при этом вам все равно быстренько поставят диагноз. Вот еще один известный психиатр на той же конференции. Пару минут. Да, конечно. Даже тогдашний президент Американской психиатрической ассоциации сказал, что ДСМ – это, в общем-то, фарс. Дело случая, а психиатры говорят это пациентам. Нет. На самом деле, они делают вид, что знают, о чем говорят, оставляя людей в неведении. Я был отправлен в пациенту. Я был отправлен в пациенту, который, во время 15 минуты, говорил мне, как я делал, как я делал, 7 лет. И я сошел с предпосредственностью. Probably within the first 15 minutes, he diagnosed me with having an anxiety disorder and put me on prescription medication. The amount of time it took for the diagnosis was, I'd say, probably within 10 minutes. I was diagnosed with anxiety, with depression, within 10 minutes of speaking to the psychiatrist, and I was put on those drugs immediately. I received numerous different diagnoses from different doctors, and each one gave me a different drug. I didn't have to undergo any tests. I didn't even have to sit there and I didn't have to ask any questions. It was just, that's what you've got, and this is the drug. They really didn't talk to me. They were always talking and questioning my mother. It was all about getting the information from her and not from me. It didn't make sense to me. I researched it. I did my research, and I still can't fully understand how you can diagnose somebody with a short attention span. There was never an explanation. Nobody really knew what it was or why it was caused or how did you get it, why did anybody have it, and what could anybody do about it? You know, just, here, have some medicine and go away. And I was put on, I mean, a horse's dose of an antidepressant called Effexor. 450 milligrams a day. I mean, they say if you're on 300, you're comatose. It wasn't always Ritalin. It was, went from Ritalin to, like, Wellbutrin to Concerta to Adderall. I remember asking these doctors, is there any other way we can do this? Is there any other therapy? Is there something we can do that won't make me feel so badly, that won't give me all these side effects and just horrible sensations through my body 24 hours a day? Is there something else I can do that might be not having to do with medications? The doctor said, no. See, what you have is very complex. You have a chemical imbalance in your brain, that the only thing that can correct it is medication. The whole question then becomes, okay, if we apply these labels, what next? And the what next tends to be, you get a prescription. And the prescription is for a drug that doesn't work very well and is toxic. It's like a one-two punch. The number one of the one-two punch is the diagnostic manual. You've got all these disorders to choose from. The two is the treatment. So you've got the diagnostic manual in place, you've got a machinery in place, and then you've got this treatment that is there for the taking. For everything you can think of that might seem to be odd behavior, the psychiatry field has a name for it. And then for every name of every diagnosis you have, there's going to be pharmacology behind it, and they have a pill for it. Let me fan it out and pick a card, and there you go. Here's your label, and there's the drug that we'll give you to go along with that label. 98%, maybe 99% of people will get a diagnosis that justifies the use of a medication, and also a follow-up appointment. Because remember, the business of medicine, the business of psychiatry is seeing patients. And the psychiatrist that tells a patient they don't have a problem and there's no medicine for that problem doesn't have a very busy practice. And that's sort of the purpose of the DSM-345, to provide a diagnosis that can be given a drug for that patient. It's a quick buck. You don't need to do a physical exam. You put it in the chart, it's done. Prescribe away. Lifetime patient. That's what the DSM is for. Они имеют в виду, что DSM нужно, чтобы оправдать лечение? Боюсь, что да. Ничего себе! Если основное лечение в психиатрии – это лекарства, наверное, они прописываются тоннами? Не то слово. Ты знаешь, что каждый год выписывается 600 миллионов рецептов на психотропные препараты. А что, если пациент не хочет принимать препарат? Что ж, в DSM для них есть особая категория. То есть, если вы не хотите делать то, что велит психиатр, то вы психбольной? Именно так. Это просто страшно. Но почему кто-то будет отказываться от лечения? Потому что препараты, прописанные психиатрами, могут вызвать очень сильные и тяжелые физические реакции. То есть, побочные эффекты? Ну, не совсем. Дроги действительно не имеют саду эффектов. Дроги только имеют эффекты. И мы арбитрально различимы те эффекты, которые мы любим. И мы говорим, что это эффекты этого брака. И те, которые мы не любим, это и саду эффекты. Это в порядке, что сказать, что бомб, которая выходит на здание, убивает людей и уничтожает здание. И милитарный general говорит, что уничтожение людей – это действительно саду эффект. Нет, вы не можете уничтожить строительство и уничтожение людей. И поэтому, это не саду эффекты. Это эффекты, которые директные эффекты, создавающие дизасты. Люди думают, что антидепрессансы будут делать их счастливы. Но это не то, что они делают. Они их уменьшают, и тогда, в них же, есть уничтожение от антидепрессанса. Они просто становятся как робот, некоторые из них. Они не могут не испытывать весь мир и целый уровень личности, и общаться с людьми, и общаться с людьми, и общаться с людьми, потому что если вы поставите людей на большинство психотипов, вы просто их уменьшите. Они очень мощные, очень токсичные медицинские, которые вызывают на них диабет, высокий холестерол, Продолжение следует... 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 например, лечит не лучше, чем сахарная таблетка, плацебо. То есть, если вкратце, ДСМ не только дает психиатрии ярлыки, но и позволяет ей накачивать вас мощными препаратами с кучей побочных эффектов безо всякого проку. Просто дикость какая-то. Однозначно. И все же она цепляется за идеи, что она может исправить нежелательное поведение химией. Естественно, психиатрия притягательна для фарминдустрии. Ведь они могут рекламировать и продавать препараты для каждого расстройства из ДСМ. Я видел эту рекламу. Она повсюду. Да, но заметь, они рекламируют и сами расстройства. Фармкомпании рекламируют расстройства из ДСМ в печати, по телевидению и в интернете, побуждая людей поговорить с врачом. Их платные эксперты выступают в передачах, рассказывая о последней психической эпидемии. Они выпускают статьи об этом и даже нанимают психиатров проводить исследования и писать работы, придающие расстройствам научность. Ведь если люди думают, что у них расстройство, они попросят лекарства. Точно. Это третий. И не только фармкомпании рекламируют эти болезни. Один психиатр Джозеф Бидерман создал и популяризовал детское биполярное расстройство. Он сказал, что оно может начаться, когда ребенок впервые откроет глаза. Биполярное. Перепады настроения. У детей. К несчастью, да. Всего за 9 лет доктор Бидерман в 40 раз увеличил количество детей с биполярным диагнозом. И большинству были прописаны сильные антипсихотики, которые дают лишь совершенно сумасшедшим. Я и понятия не имел. Психиатр, редактировавший DSM-4, признал роль DSM в создании детского биполярного расстройства. Мы учили несколько очень-очень тяжелых лекарств в действии DSM-4. Поздно, да? Для многих детей – да. А раз психиатрия заявляет, что расстройство вроде биполярного излечить нельзя, то в союзе с фармкомпаниями она создала пожизненных пациентов. То есть естественный такой союз? Безусловно. Фармкомпании выделяют психиатрии кучу денег на исследования. И та выдумывает новые диагнозы для лечения психотропными препаратами. Драг-компании становятся increasingly dependent on mental illness diagnoses, in order to maintain their profit margins. And psychiatrists and increasingly clinical psychologists are more than happy to manufacture mental illness in order to make that happen. Hence the increase in size of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. The strategy is how many people we can diagnose with a particular label that would be broad enough to include a ton of people in it. And the mentality behind that is the sale of the pharmaceutical drug, which eventually becomes the treatment. These drug companies are making a lot of money. And they're spilling that money and sending that money to people that will help support their cause. So it's not a surprise at all that they have infiltrated so many of the committees within the DSM and so much of our own medical education. Wait a minute. Wait a minute. Farm-компании проникли в комитеты психиатров, решающие, какие расстройства включить в следующее издание DSM? У 56% членов комитета по DSM-4 были финансовые связи с фармкомпаниями с той самой индустрией, которая получила доход от 115 новых психических заболеваний, внесенных в руководство голосованием. Так что, конечно, число диагнозов, от которых дают препараты, растет. И к каждому диагнозу добавляют все новые симптомы. Игорь Негода, «Индиа» If you take a god-man in India who wanders around with a shawl and meditates for 17 hours a day, drinks rainwater and engages in some kind of spiritual or religious discipline or practice where he might roll on the ground for 100 miles to a holy place, people there don't persecute those individuals. They accept them as people engaged in religious practices. But here, if you took those same individuals in India and you had them walk across a campus in America, they would immediately be arrested and put into a psychiatric facility because they're manifesting psychosis. This varies by culture. What, do we want to strikejack at everybody? Is everyone going to be the same? What about people that do have a little bit odd behavior? Is a little odd behavior bad or dangerous? It's just different. You want this thing to cover all manner of aberrant human behavior. So if you can cover every bit of it, then you're going to have the best chance possible to a billable unit of service. А если вы не подпадаете ни под одну из этих категорий, все равно есть одна, которую вам можно приписать. Естественно. This is number 301.9. 312.9. 292.9. Bipolar disorder, not otherwise specified. Gender identity disorder, not otherwise specified. Disorder of infancy, childhood, or adolescence, not otherwise specified. Not otherwise specified. Not otherwise specified. What the hell does that say? They don't know. It's kind of like a catch-all. It's the garbage can for the leftovers. There's even a box for people that don't fit in the other boxes. To me, it's insane. This is, like, rubbish to me. This is scary to me. Это плохая наука, если вам нужна категория разная, чтобы складывать туда всякие остатки. Например, неуточнённый СДВГ, неуточнённое расстройство приёма пищи, неуточнённое расстройство настроения. То есть мы его описывать не будем. Это тоже психическое заболевание? Дальше больше. Согласно ДСМ, вам даже могут поставить диагноз, которого в нём нет. Ты шутишь. Суди сам. Редактор Лев. Субтитров А. Субтитров А. Субтитров А. Субтитров А. в нашей области. Они не обладают, однако, все условия для которых они могут быть treated или которые могут быть необходимы для исследований для исследований. Даже в языке это говорит, что мы пытаемся использовать диагноз для того, чтобы все основания о том, что кто-то говорит о том, что, опять же, это обратно от того, как медицинские диагнозы пришли. ДСМ даже близко не лежало к медицине? Нет, это чистый маркетинг. Я все-таки не понимаю, если психиатрическое лечение такое длинное, дорогое и неэффективное? Ну да. Ты имеешь в виду, кто же будет тратить такие немыслимые суммы денег на психиатрическое лечение, которое тянется годы, а то и всю жизнь, и приносит такие паршивые результаты? Вот именно. Кто за это платит? В основном, правительство и частные страховщики. Конечно, страхование. Лоббисты от психофармацевтики очень эффективно добивались принятия законов, заставлявших страховые компании продавать психическую страховку наравне с медицинской. Это называется паритет психического здоровья, так? Именно. Но с экономической точки зрения это была катастрофа. So, there's nobody who walks into a psychiatrist's office that isn't gonna go out with a label. He's got 374 choices or so based on the Diagnostic and Statistical Manual list of symptoms. So, he's gotta fit you into one of those categories in order to get paid. The DSM really should be called, you know, how to bill the insurance companies. How to get money from the insurance companies. It's a list of codes and there's a number for everything and that number goes on an insurance form and then you get payment for it. The DSM is completely built into the system now because you can't get reimbursed by an insurance company unless there's a DSM diagnosis. You know, the kid wets the bed, you can bill on that. They're gonna have one called a skin-picking disorder. You pick your skin, you can, you can diagnose and bill on that. You know, you can always find a diagnosis and you'll always be able to bill. Psychiatrist or psychologist can go through their book now and find a diagnosis code for just about anything. Everybody would fall into something that they could put a diagnosis on and fraud insurance companies. What is the racket? You see, yeah? Every year, the industry with the DSM is the US$100 billion in the state and private insurance. And this is in one country. I start to understand, how the DSM has increased the cost of medical care? I know. In average, the insurance insurance is in two ways higher than the medical care. And so, you have to pay more for the insurance insurance. Exactly. The taxes also for the insurance insurance. For example, in Texas, the government for the health insurance is almost bankrupted due to very expensive drugs, which they are from from bipolar disorder. This is a number of drugs. Of course. In addition, as the DSM there is another expensive problem is fraudulent with insurance. It is known when a private medical care asked people to be sick and to be to be known drug is as 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 Вот, съемка скрытой камеры, сделанная человеком, выдававшим себя за работника психбольницы. Субтитры делал DimaTorzok Это же неэтично! Конечно нет, но это лишь начало обмана. Психиатрические заведения попадались на том, что выставляли счета за пациентов, слушавших музыку, смотревших телевизор, игравших в лото, за то, что их будили утром, за билеты в кино или поездки. И на том, что они утверждали, будто лечили людей в тюрьме, в коме и даже мертвых. Шутишь? Некоторых психиатров даже ловили на том, что они выставляли счет за секс с пациентами, называя это терапией. Это гнусно! Да, как сказал один следователь, масштабы мошенничества ограничены только воображением. Я и не знал! Не многие знают. Мошенничество в сфере психического здоровья лишь в США. Обходится страховщикам и налогоплательщикам в 5 миллиардов долларов в год. Этих преступников нужно посадить и выкинуть ключ. Я говорила, что психиатрия с успехом использовала ДСМ, чтобы проникнуть в нашу систему правосудия. Что, и в суды тоже? Да. Клиническая диагнозика для ДСМ-4 не хватает, чтобы существовать для правосудия для правосудия, для правосудия, для правосудия, для правосудия. Это очень интересный момент. Минутку. Разве в ДСМ не написано, что его нельзя использовать в суде для определения наличия психического расстройства? Верно. Но его используют сплошь и рядом. Да, как, например, защита по невменяемости. А еще споры об опекунстве, гражданские иски, условное освобождение. Я читал о психиатрах, выступавших свидетелями спорящих сторон. Оба использовали ДСМ, чтобы доказать свою правоту. Но при этом суд считал обоих экспертами. Полное противоречие. Так было не всегда. В начале 20ularх, в один психиатрах, в два права, в альтернация и психиатрах,. Сегодня, это менеджерходный. Малыш, как в講но. В данном процессе, в то время, в этом том, что он поддерживается в ДСМ. Продолжение следует... 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 И тогда вы должны бороться каждый день для того, чтобы он вернулся. Это очень отвлекательный. В некоторых случаях, это больше чем смерть, потому что это не решено. И вы знаете, что правда. И... Вы чувствуете, как вы думаете, и не бороться за руководство. Но вы не можете. Да, нет правительства. Это ужасно. Они разбивают семьи, основываясь на произвольных диагнозах в судах? Вот именно. Что с этим? Так что неправительное, что даромы приняты, что у них нет. Я не могу сказать, что у них нет. Я не могу сказать, что у них нет. Продолжение следует... Нет, только не они. К несчастью, да. Сегодня дети – огромный рынок сбыта для психиатрии. Количество детских расстройств, перечисленных в ДСМ, выросло от трех в 1952 году до 44 сегодня. Это в 15 раз больше. Хотя в ДСМ же написано, что детям не должны ставиться диагнозы. Диагноз синдрома дефицита внимания и гиперактивности ставится детям, которые не сидят в классе спокойно. Ёрзают, бегают, лазают. По сути, детское поведение, верно? Верно. И 20 миллионам детей в мире был поставлен диагноз психического заболевания. И не давая детям быть детьми... Психиатрия теперь говорит родителям, что их дети душевно больные и нуждаются в лекарствах. Что это было не так? Я не могу это делать. Сейчас они все медики. Для них приходят новые проблемы, новые проблемы, новые проблемы и диагнозы в их книге, не упоминает плохое состояние. Они могут дать детей все пилы они позволят. It still doesn't correct bad behavior. The thinking still is, you must fit into this mold. And if you don't fit into this mold, there's something wrong with you. And if you're not the person who designs the mold, too bad for you. A child is labeled and then they're brought to professionals who are trained a very particular way. They're all being trained that if the child fits into this category, then we should consider putting them on Ritalin because that's what they do. That is the protocol. The way the Ritalin will be marketed to the parents is that they will say, this is a drug to calm your child down. What they won't say is that methylphenidate is a form of speed. It's a form of amfetamin, and what we're actually doing is overdosing your child on speed. It's a stimulant. So naturally it's going to increase heart rate, increase blood pressure. And you put a kid out on a football field on a hot summer day, and his risk of having a event of a cardiac event of some sort has just gone up. Я слышал, что стимуляторы, прописанные детям с диагнозом проблемы внимания, химически очень близки к кокаину. Да, риск с злоупотреблениями так велик, что правительство США поставило их в тот же список, что и морфий, опиум и метамфетамин. И кто следующий в очереди на препараты? Младенцы? Именно так. В психиатрии используется диагностическая классификация от нуля до трех, или DS03. Это типа мини-DSM для малышей. Вот послушай. Мы уже таргетимы наши школы детей с АДХД и биполар. Это уже было 20 лет назад. И мы переходим от молодых, молодых, с ДС03, до 0-3 age групп, где они пытаются сделать популярность, что это хорошо медикать 0-3 year olds. The idea of a program to determine whether a child from birth to the age of three has a mental illness is so preposterous, so absolutely insane, that it's simply an additional part of the insanity that is now extant throughout this country. I cannot think of a program that is more insane than that. How are they going to diagnose a one-year-old or an infant with a psychological disorder? How do they know? You almost have to ask ourselves, if our society has become sick, what are we doing to our fetuses, our infants, our children that would make us need to have psychiatric medications? We're rolling dice with life. We're rolling dice with our children, who can't even discuss it with anybody. They have no control. They are the helpless victims. And the ones who are supposed to protect them and care aren't armed with the facts. We're going to talk about some of the proposed changes that are suggested for DSM-5. I heard that DSM-5 is even more insane than DSM-4. You're right. You've got 374 named diagnoses in DSM. Well, guess what? There's going to be more in DSM-5. Why do we all of a sudden need a fifth in DSM-5? Psychiatry wanted to broaden the horizons of mental health problems, of disorders. They wanted to stretch the disorders so it would encompass more. And to do that, you know, they're going to add more diagnoses. We need more diagnoses like we need a hole in the head, really. They're not serving a purpose for mankind, all these diagnoses. They're almost laughable, some of the diagnoses. Смешные? Неужели? Что ж, они говорят о расстройстве запасания. Это когда недостаточно выбрасываешь. Расстройство переедания, если часто переедаешь. А, еще есть расстройство ковыряния кожи. Все это психические расстройства. А для детей есть новый синдром, охватывающий огромное количество тех, чьи приступы гнева еще не тянут на биполярное расстройство. То есть сети все ширятся и ширятся. Больше, чем ты думаешь. Они хотят добавить ярлык даже для тех, кто проводит много времени за компьютером. Интернет-аддикционная диагноз. Это еще один пример. Что-то происходит в популярной культуре, что довольно широкое распространение, и найти способ патологизировать. Я знаю лично людей, которые spend 12, 13, 14 часа в день на интернете. Или социальные группы, как Facebook. Так что происходит, что происходит. Это просто смешно. Да, пока не узнаешь, что в Китае правительство уже создало психиатрические клиники, чтобы лечить подростков от проблем с использованием компьютера. И иногда с помощью электрошока. Не может быть. И если это плохо, то есть один предложенный диагноз для нового ДСМ, от которого просто мороз по коже. Еще хуже. Это, по сути, новый уровень диагностики психических расстройств. Синдром риска психоза. Теперь известный под мудреным названием синдром ослабленных симптомов психоза. И не выговоришь, но что это означает? А really scary thing that's coming on the horizon is to come up with a whole bunch of diagnoses in there that are looking at people who currently are mentally well-adjusted, but have a risk of developing a mental illness in the future. They're still thinking, they can advance, they can define well before the symptoms develop, the risk of a person developing a major mental disorder without any biochemical, biological, or genetic test, or any physical test whatsoever. They don't know the cause of a mental illness. They can't treat it. They can't cure it. So how can they launch a preventative campaign for mental illness? It just logically, it falters. Секундочку. Психиатрии и правда думают, что могут предсказывать будущее расстройство. Давай послушаем их самих. How can psychiatrists know if you're going to have a mental disorder in the future? Again, we don't know категорically who will develop psychiatric illness in the future. It's really hard to say, actually. I don't know if you could 100% predict for anybody. You can't forecast, if one will develop a psychiatric disorder. Maybe not, or maybe yes. It's hard to predict. It's hard to predict. There's no way to predict that. I don't think that nobody knows that. There's no way to tell. Nobody knows? I don't think anyone can know, what's going to happen in the future. They have no idea. Yes. But despite that, they already suggest testing children on future physical diseases. It's to start to treat them. Of course. I would hate to see us go into the type of society where people are locked up for what they may do in the future, rather than what they actually have done. Identifying people who are pre-psychotic would be a huge industry. Ничего себе! Это очень страшно! И самое безумное, что психиатры продолжают готовить ДСМ-5. Хотя некоторые самые влиятельные из них открыто говорят о его бесполезности. Any comment on DSM-5? It's of no use to us. And the rest of the world. Даже глава Национального института психического здоровья США относится к нему без энтузиазма. То есть глава самого большого государственного психиатрического учреждения в мире не хочет иметь ничего общего с ДСМ. Похоже, что так. Это чистый блеф. The Diagnostic and Statistical Manual is effectively the story that is being wrapped up in statistics and numbers and categories. That when medicine tosses, doesn't fit any of our categories over to psychiatry, psychiatry says we'll find a category. And if we don't, DSM-5 or 6 or 7 will. I think in 2016 we'll be looking at DSM-6. And there will be 1425 diagnoses. And I'll have 900 of them. Это и правда безумие. Да. И это рассчитано на то, чтобы все больше людей попадали в сети психиатрии. Чтобы она могла наживаться на нормальном поведении. Вот-вот. Так если DSM настолько бесполезно, почему психиатры... А, я понял. Все дело в деньгах, так. В психиатрии дело всегда в деньгах. И все начинается с DSM. Как сказал Роберт Спитцер. Уйму денег? О какой же сумме мы говорим? 6,5 миллионов долларов в год. Но основная прибыль идет не от продажи DSM. Психиатрии и фармкомпании получают деньги каждый раз, когда ставится диагноз с DSM. Я perilяю таких таяет, чтобы вызывать зло CHRISM. Конец. Это основная. Участная. Как сколько денег можно мы проигрывать? Как сколько прибыли180? Как сколько людей можноhart!.. То есть мы такой денег? Участный и привести денег. То есть обычная некая одинаковка. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дисбаланс и их прописывают людям всех возрастов Ага, заколачивая 84 миллиарда в год И добавляет только в США 10 миллиардов долларов К стоимости медицинской страховки И мы платим за все это государственными налогами и страховыми взносами Так и есть В целом психиатрическая индустрия, используя ДСМ Получает 330 миллиардов долларов в год Это же треть триллиона долларов И сумма растет Просто беспредел Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Руководство по диагностике и статистике Это чудовищный блеф психиатрии ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok